о собаках которые без родословных собаки доходят до торфяник повели раз там где-то работают травой зверь сорвался пошел собака если вязкая от нее ни один зверь не уйдет и нам то что важно для лайки для лайки самое важное перусекать а как кабан делает если чувствует что сильные собаки оторваться не может выходим с михалычем на охоту вот михалыч хорошо выглядит подтянуты готов бой мы идем на ветра все взяли аптечку тоже пройдешь все еще темень как раз бандит вот там фигачит там речка идет он там вдоль ручья айфон здесь недалеко пока не подняли нет они ходят далеко но они идут я проведу направление пошла раз на делянку с водой вот бандита там чешет эти деревья там речка течет полой собаки подняли кабанов идут туда где у нас прошлый раз стояла машина я пойду по дороге я понял вот бандит вот здесь его поднял где-то лозовых кустах ну может еще и шел с кормежки ну в общем тут встретились он как дал бандит только один раз галкнул и тайфун там на перерез шел тоже успел один раз галкнуть и все пошли ну ушел ушел поэтому зверь зверу рознь условия условия рознь если бы это были подкормочные площадки это совсем другое едем в самую глушину хочу сходить там теремия есть но мертвый день нет никого все взросло я уже на окраине я обогнул а потом там уйдут делянки вот так у нас выглядят деревни которых не живут люди мы сейчас идем по самой деревне здесь хищник и чистой рис тоже ходит полянка была полянка фундамент сразу отличается эти крапива квадратиком таким делянки валили делянки хорошие дух красивый офигенно солнышко встает девять часов все идем закручиваем не джунгли войди там не торопиться собакам тяжело быстро и может пройти заработает 200 метров сзади и ты не успеешь уходим бандит работает но такой ветер не слышу нифига аналивратор показывает что вайта я его слышу я сейчас пойду полотиной к нему буду подбираться мне на солнце айфун пришел не смогли этот поэтому сикача бандит поднял и вот он вот тут вот вот этой вот фигней пошел вот уже бандит возвращается ну этот просто далеко ну как далеко это метро восемьсот от меня было я пока тут пришел я вижу что уходят уходят ну айфун даже не успела и подключиться вот ушли там к ручью там вдоль ручья ну видите место тут такие места тяжело собакам звера остановить если бы он чуть конечно бы лес почище ну-ка этот я там шел купали след выходной сикача а сикач сикач-сикач вышел думаю значит он шел на кормешку потому что след ну вот в ней не свежий сейчас но разом шел значит он будет в делянке а по этой делянке я в прошлые выходные выходил там по ночи там вода так еще сложно думаю значит он точно сюда придет вложиться ну вот и бандит его поднял на восемьсот метров ну бля не так быстро к нему там дойти понимаете там еще жарко айфун уже все сдох бандит то еще летает а айфун уже выдохся в градусах семнадцать но бля сегодня обещают двадцатку блин это в прошлые несколько дней такая погодка стояла с утра там плюс один когда-то дорога была уже посредине дороги видите осина выросла этот и в общем холодно было было классно я уже думал и в выходные будет холодно а нет блин двадцатка ну собаки конечно все когда уже так холодно станет морозики пойдут совсем по-другому им легче собака же не потеет у них в тепло днем только язык нагреваются как он черный еще черные собаки вот я заметил они они быстрее устают когда тепло солнце ультрафиолет поглощает сильнее черный свет нагреваются им очень тяжко вон то когда там станет плюс пять там минус начинается им хорошо кайфуют я так 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 присел чайку попить наверное 10 час 10 11 что два подъема кабанов было 1 сикач ушел и 2 сикач ушел 1 там по лозовым кустам и но бандит тоже по и первый раз поднял и второй но у меня здесь было далеко и ветер ветер был от меня как бы так немного и не подойти было 800 метров слышал там сорвался по бурлумом пошел ушел ушел короче вот там мне как-то один человек писал что собака если вязкая от нее ни один зверь не уйдет ребят какая бы ни была собака вязкая есть еще и опыт немаловажный вот что я вам хочу рассказать бывают такие случаи что кто охотился в торфянниках может кому-то удавалось наблюдать но собаки доходят до торфяник повели раз там где-то работают травой зверя сорвался пошел снова там где-то его зацепили опять работают опять пошел как кабан делает если чувствует что сильные собаки оторваться не может доходят до канала ныряют в канал и метров там через 8 через 10 вот выныривает только у него лыч глаза как у крокодила торчат и собаки вроде бы ну вот он здесь был бегают там туда-сюда и опытные собаки но у зверя есть свои приемы свои хитрости и надо думать что мы умнее они здесь дома у них есть свои приемы он знает как оторваться как уйти и здесь еще вязкость очень важно важен еще опыт у собак сегодня жарко вот под двадцатку обещали градуса нерва 17 сейчас есть клещи по вылазили пускай собаки отдохнуть не может мы пойдем там дальше мы все еще идем в одну сторону где-то михалыч уже нервничает до чайку сел попить вспотел просохнуть можешь забрать проходи ко мне шавки ищут находят не можем взять пока чёткое место Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я хочу на следах выйти и посмотреть, кто это был там. В таком буреломе они работали. И я не видел, кто с этого бурелом... Но он от меня пошел в сторону Володи и там отвернул. Или ушел вправо, закрутил. И я уже слышал, что бандит за мной работал. А тайфун от него отставал метров на 200. Это оленя и собаки гнали. Олень. Это был олен. Ну ладно. Там предстоит обратный путь. Дошел я до дороги. В общем, это был подъем оленя. Нормально. Побегали они за ним. Воды нету вообще тут в этих местах. Там в начале, когда я был, там было классно. Собаки вон. Лакает, лакает. Бандит уже по пилу, да. Тайфун. Сейчас там мой бантик нашел. Водоська, кто там? Кто там, зайка? Ну-ка, покажи мне. Ага. Белочка. Белочку нашел. Эго. Белочка. Опа, лежал. О, Лешка. Лешка? Не устает. О, ну тебе не страшно было? Ой, бля. Ой, бля, я у жизни не видел. Чекан твой отдыхает. Да? Бля, поев, Миха. Покажи на навигаторе, сколько кобель прошел. Наверное, меньше меня. Как так? Нес, что ли, ты его? Рассказывал я про собак с родословными, что считаю необходимым чипировать собак, либо клеймить. Тогда можно будет отследить, сколько сделано вязок, каким кобелем, каких сук, какое количество щенков и на это количество щенков рабочих потомков. Сейчас я хочу рассказать о собаках, которые без родословных. Есть такие собаки в глубинках, в отдаленных регионах, где люди ходят охотиться. И собаки породные, с хорошим поиском, вязкостью, чутьем. Там добычливые собаки, универсальные. Они же есть. Но у человека нет возможности съездить и сделать, выписать родословную. Там по тем либо иным причинам. Где-то грунтовые дороги, где-то удаленность большая. Ну, куда он поедет? Ему-то это зачем? Это не нужно. Раньше было как? Привезен там щенок, он там вырос. Либо собаку привезли откуда-то там с глубинки. И они работают. Работают хорошо. Кинолог должен осмотреть, отнести к породе. Выписать пустую родословную. Написать, собака такой-то вывезен с такого-то там края либо региона. И выдать пустую родословную. Не нужно врать. Не надо там ничего придумывать, ее там как-то там заполнять. Все, пускай она будет пустая. Это лучше, чем вранье. Вы просто запутаетесь. Вот, как-то так. Жду тайфуна. Уже все устали. Возвращаемся до машины. Ну, по прямой там три с лишним километра. Думаю, пятерка осталась. По целине. Сегодня было два подъема кабана, олень, лось и белка. И нам-то что важно для лайки? Для лайки самое важное, это рабочее качество в лесу. Ценно лайка этим, чтобы она вас в лесу радовала, чтобы вы не ходили, ну, понимаете, идете, ничего не видите, ничего не слышите. Собака – это ваш друг и помощник. Она в лесу должна работать. Это ее задача. Должна находить, поднимать, работать зверя. Конечно, не каждого зверя там добываем. Ну, я не думаю, что ходовые охотники скажут, что они добывают каждого зверя, которого подняли собаки. Ну, не знаю. Я с такими собаками не сталкивался. Вот мне там один парень написал, если вязкая собака, то она, то вы добудете с ней любого зверя. Да нет, конечно. Зверь – зверь в рознь и условия условия в рознь. Даже вязкость, нужно еще мастерство, нужен талант у собаки. Продолжение следует...